Привет, друзья мои! Сегодня у нас с вами легендарная задача, которая поставила многих американцев в тупик, даже несмотря на то, что они пользовались калькуляторами. Нам нужно решить с вами вот этот вот пример и выбрать один из четырёх вариантов ответа. Ну, делайте ставки. Чему будет равно? Единичке, десяти, пяти или семи? Ну и давайте мы сразу с вами начнём проверять, считать на калькуляторах. Вот я беру обычный калькулятор и начинаю вбивать то, что у нас тут с вами написано. 6 минус 1 умножить на 0 плюс 6 разделить на 6. Ответ единичка. То есть вот этот вот калькулятор даёт нам ответ А. Единичка. Теперь возьмём вот этот калькулятор, говорят он инженерный, и попробуем вбить в него то же самое всё. 6 минус 1 умножить на 0 плюс 6 разделить на 6. Ответ. Тут получили ответ 7. То есть вот этот калькулятор даёт нам ответ D. 7. Можете, кстати, проверить на своём телефоне, на своём компьютере, на своём калькуляторе, что выдаст вам ваш калькулятор. Ну, а у нас вопрос возникает. Какому калькулятору верить? Ну, чтобы решить этот вопрос, мы должны посчитать всё сами. Итак, убираем калькуляторы и считаем. Но для того, чтобы нам начать считать, мы с вами должны разобраться с порядком действий. Это начальная школа, и все прекрасно помнят, что первым действием делаются действия в скобочках. У нас тут скобочек нет, поэтому этот пункт пропускаем. Далее выполняются действия деления и умножения. Они равноценны и выполняются они слева направо. Что левее, то и первее. Смотрим, тут у нас минус, а вот тут умножить. Значит, это первое действие, потом у нас плюс и разделить. Деление находится правее, чем умножение, поэтому это второе действие. Деление и умножение у нас закончились, и последний, третий приоритет имеют действия свожения и вычитания. И тоже они выполняются по порядку слева направо. Смотрим. У нас есть вычитание. Оно левее, чем свожение, поэтому это третье действие, а свожение четвертое. Ну и осталось посчитать все. Давайте, первое действие. 1 умножить на 0. Чему будет равно? Ну, конечно, нулю. 0 на что не умножаясь, все равно будет 0. Второе действие. 6 разделить на 6. Это будет единичка. Третье действие. 6 минус то, что получилось в первом действии. То есть, минус 0. Получается 6. И четвертое действие. То, что у нас получилось с вами в третьем действии. То есть, 6. Плюс то, что получилось во втором. То есть, единичка. 6 плюс 1 равно 7. То есть, все-таки, друзья мои, правильный ответ это D. Ну, вопрос тогда. А почему же вот этот вот калькулятор посчитал нам единичку? Ну, на самом деле, все просто. Дело в том, что инженерный калькулятор знает порядок действий. А вот этот обычный не знает. Мы ему сами должны сдавать действия по порядку. А мы этого с вами не сделали. И давайте в этом убедимся. Что если мы с вами будем считать действия просто по порядку. То есть, 6 минус 1 равно 5. Потом умножаем на 0. Будет 0. Потом прибавляем 6. Будет 6. И потом делим на 6. Естественно, мы получим единичку. То есть, вот этот вот ответ неправильный. Правильный семерка. Ну, а как у кого-то получились варианты 5 и 10, я вообще ума не приложу. Если у вас они тоже получились, напишите, пожалуйста, в комментариях. Просветите нас. Ну, а на этом у меня все, друзья. Спасибо за вашу любовь к математике. И пока. До новых интересных задач. До новых встреч.